Пока пассажиры ожидают автобус, рабочие ведут борьбу с грязью. Прежде чем отмыть остановку от пыли, нужно отклеить объявление и стереть надписи граффити со стекла. Самые неблагодарные работы сетуют рабочие. Через два часа после чистки остановка обычно снова превращается в доску объявлений. Это, конечно, безобразие. Есть специальные стенды, есть газеты, пускай так будет. А это, конечно, не дело, я так и считаю. А как бороться? Ну как бороться? Просто запрещать людям и по телевидению объяснять, что мы живем в нашем городе, его защищать, засорять не надо. Думаю, надо наказывать. Какие-то санкции применять штрафные или исправить какие-нибудь работы, производить по уборке. То же самое, что занимаются вот эти люди. Мне кажется, пускай они сами все это отдирают. Отмывать остановочный павильон от объявлений и граффити полдела, говорят рабочие. Зачастую приходится ремонтировать крыши, менять разбитые стекла, красить стойки. Срочно делаем, когда бывает машина въедет, стойки остановки, автопавильоны сломает. Мы срочно снимаем и увозим в предприятие, реконструируем и снова привозим и делаем. Несмотря на то, что дело это не быстро, и, как говорят рабочие, вернуть остановку на место стараются в тот же день. Марина Матвеевична, Алексей Золотенков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...